Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. Недавно в автомобиле записал видеоролик о том, как увеличить продажи бизнеса с помощью видео и влиять на конкретные его показатели. И сегодня будет вырезка из ролика о том, как видео влияет на конверсию. Начнем! Давайте вспомним стандартную воронку. Что может повлиять на продажи? Во-первых, нужен потенциально заинтересованный в ваших услугах и продуктах человек. Потом нужно, чтобы этот человек перешел на ваш конвертер сайт или лендинг или еще что-то, который превратит его в леда, то есть человек оставит заявку. То есть будет заинтересован в ваших услугах и продуктах. И потом, после заявки, нужно сделать, чтобы он этот товар купил. И показатели. Сначала идет конверсия в переход на сайт с каких-то рекламных площадок, социальных сетей, например. Потом еще одна конверсия идет на сайте, когда превращается посетитель в леда, оставляет заявку. И конверсия, когда заявка уже превращается в продажу. Кроме этого, есть понятие стоимость перехода на сайт одного посетителя, стоимость лида, сколько вы вкладываете денег, чтобы получить одну заявку. И стоимость клиента, сколько же вы должны вложить в среднем денег, чтобы получить одного клиента. Есть еще понятие средний чек, то есть сколько один клиент за один раз, за одну транзакцию в среднем покупает, на сколько денег. И есть еще пожизненная стоимость клиента. Это связано с долгосрочной перспективой, то есть сколько за всю жизнь в среднем клиенты дают вам деньги. Это банальные истины. Я их еще раз повторил, чтобы теперь подумать, каким же образом видео может влиять на данные показатели. Конверсия. Давайте возьмем конверсию переходов на сайт. Вы наверняка знаете, что если сделать одинаковые объявления, несколько, да, там с фотографией, еще с чем-то, если там будет видео, то чаще всего видео побеждает. У нее большая конверсия, конверсия переходов на сайт. Почему в принципе так происходит? Потому что видео, во-первых, автоплеем, например, загружается в социальных сетях. Видео легче воспринимается человеком, чем читать, напрягаться текст. И в видео есть и звуковой ряд, и визуальный ряд. Можно добавить и инфографику, и различные схемы. Таким образом, просто более понятней и точно, четко объяснить, что вы хотите предложить, чем можете помочь. А также в коротком видео можно уложить огромное количество преимуществ и смыслов в вашей компании. И какое же должно быть видео, чтобы оно лучше продавало и конвертировало на данном этапе? Во-первых, надо задумываться о том, чтобы цеплять внимание зрителя на первых 3-7 секундах, чтобы было желание досмотреть до конца. То есть здесь действует также драматургия. Нужно правильно выстроить все преимущества в правильной последовательности. Сделать это не банально, не схематично. А может быть в каких-то случаях продавать напрямую в лоб, иногда давать какую-то полезную информацию вначале. Или рассказывать и продавать через схему сначала боль, потом ее решение, потом ваше предложение, например. Также делать красивое изображение, чтобы у человека было доверие компании, что она позволила себе сделать именно такой видеоролик на таком уровне. Может быть, чтобы видеоролик был брендирован графикой, анимированным логотипом. То есть очень много нюансов, которые могут влиять на эту конверсию. Также, если рассматривать разные рекламные площадки, то видео должно быть адаптировано под них. Если это социальные сети, там нет звука, значит должны быть субтитры. Или нужно делать так, чтобы визуально титры рассказывали информацию, чтобы было понятно все смыслы и без какого-то закадрового комментария. Если это инстаграм, это другой формат, это вертикальный формат, это всего 15 секунд, а что оставить в эти 15 секунд? Если это рекламный ролик инстрим, какое количество должен быть он секунд? Что нужно показать в первые 5 секунд? То есть бренд, какое дать основное сообщение? Как каким образом человека удержать от желания автоматического нажатия кнопки пропустить? Ну, очень много моментов, и все они влияют на ту самую конверсию. И все это связано с видеомаркетингом. Теперь конверсия уже на сайте. На самом деле то же самое, если мы видео расположили вверху, если оно еще автоматом включается. Во-первых, посетитель, он сразу, чаще всего он включится в просмотр видео, и он будет на сайте находиться дольше, чем бы если он просто зашел, увидел какой-то текст, еще его много текста. Таким образом у нас поднимается рейтинг сайта автоматически, и чаще всего видео также положительно сказывается и на продаже, то есть на увеличении конверсии в заявке перехода. В конце такого видео обязательно нужно сделать призыв к действию, например, даже показать конкретно прямо в лоб, вот она форма заявки, вот так она выглядит, нужно ввести вот сюда e-mail, вот сюда вот нажать. Теперь же, что касается конверсии в продаже. Здесь, конечно, больше влияет отдел продаж и другие факторы. Но кроме этого, как же можно здесь использовать видео? Когда человек уже оставил заявку и разговаривает с менеджером, узнает подробности, то он еще не совсем, может быть, доверяет компании, у него огромное количество возражений, с которыми нужно бороться. Ну и все это сваливается на плечи менеджера. Но если создать видеоролики, они могут быть как такие полезные видеоуроки, а может быть, прям как реальные видеоответы на часто задаваемые вопросы. И таким образом, во-первых, эти видеоролики показывать в e-mail маркетинге, если мы захватили уже e-mail клиента, чтобы его утеплять до покупки. А также отдел продаж может, разговаривая на какую-то тему с клиентом, и клиент задал вопрос, и менеджер говорит, что я сейчас вам объясню, или говорит то-то, 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 коротко. Но если вы хотите узнать подробнее, у нас есть прекрасный ролик, который расскажет вам об этой проблеме, или вот как ее решить, или как у нас происходит процесс изготовления данной детали. Вы хотите, чтобы мы скинули вам? Окей, я вам пришлю через несколько минут на ваш e-mail это видео. И таким образом экономится время и силы менеджеров, таким образом закрываются возражения, и это на самом деле довольно интересно, когда клиент может увидеть ту проблему, ту больную тему, которая его волнует, ответ на нее и объяснение. И это увеличивает конверсию в продаже. Но тут уже появляется другой вопрос, как эту конверсию отслеживать вот с этим самым влиянием. Теперь вы узнали, какой видеоконтент нужно создавать и каким он должен быть, чтобы увеличить конверсию на видеоролики и на сайте. Чтобы узнать, как влияет видео на средний чек и на увеличение повторных продаж, можете посмотреть это в следующем видео. Ссылочка в описании. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу, и будьте на виду.